Органами и третейским сообществом происходит жаркая полемика по поводу полномочий третейских судов. А не слишком ли у них много таких полномочий? То есть у третейских судей, которые выдают решение по вопросам прав на недвижимость. Ведь недвижимость это такие важные объекты, они имеют публичные правовые последствия. А что если этот третейский суд работает по криминальным правилам? И так далее. Вот эта полемика, которая несколько находится в стороне от нашего курса. Тем не менее, основные предметы вот этого дискурса я постараюсь разместить на форуме со ссылкой на журнал «Третейский суд». Очень рекомендую. И хочу сказать, что третейское сообщество идет по очень правильному пути диалога с органами власти, по пути реформирования, в котором предлагают конструктивные предложения, как оставить полномочия третейских судов достаточно большими, но одновременно исключить недобросовестных участников с этого рынка, которые подрывают авторитет третейского разбирательства. Хочу сказать, что этот вопрос на самом деле не нов. Если вы откроете энциклопедию Брукгаусс и Ефрон, издание дореволюционное 1908 года, то там также обсуждался вопрос, как это так? Третейский суд отсудил поместье и фактически изготовил документы заново на погоревшее поместье, но, между прочим, это решение суда означает кражу. Вспомните Дубровский, да? Когда специальным указом Троекуров, как он говорит, на то и существуют указы, чтобы нарушать законы. Так вот, третейские суды нарушали законы еще до революции. И эта полемика между государственной властью и частным правовым способом урегулированных споров, эта полемика насчитывает уже не первое столетие. Понимаете, да? Это очень интересная дискуссия. Ну вот, следующий кейс. Вы еще не устали, уважаемые коллеги? У нас сегодняшнее занятие богато практическими ситуациями. Оно связано с подрядными работами. Опять же, спор был связан с ремонтом офиса. Наверное, Ксении Владимировне этот кейс хорошо знаком по фильму. Помните, да? Ну, я на всякий случай еще раз напомню. Предположим, что вот Светлана, вы играете роль Светланы. Я сейчас быстро вас введу в новую ситуацию. Тем более, что мне известно, что Ксения Владимировна как раз занималась ремонтом офиса у себя в Красноярске. Я ваш подрядчик, Ксения Владимировна. Я развожу климатическое оборудование, двойной слой потолка, подвесной потолок. Там будут размещены воздуховоды, которые нагнетают через специальные промышленные кондиционеры свежий воздух. Ваш офис. То есть вы решили все сделать прямо по ГОСТам, чтобы хорошая атмосфера была, хороший климат. У вас 200 квадратных метров большой офис. Проблема в том, что я очень сильно затянул срок исполнения своих работ. То есть потолок затягивает ремонт стен, стены затягивают пол. Кроме пола вам нужно установить офисные перегородки. И у вас в результате все планы, связанные с ремонтом, очень сильно затянулись на долгие месяцы. То есть срыв обязательств есть с моей стороны, который как по цепочке задерживает все другие работы. И в самый последний момент я вам отказываюсь давать техническую инструкцию по эксплуатации климатического оборудования, пока вы не произведете полную оплату. Предположим, что оборудование стоит миллион рублей, вы заплатили 50%, то есть ровно 500 тысяч, но я вам инструкцию не даю.